В сегодняшнем видео, друзья, мы определимся, какая рубашка лучше, Пола или Хенли. Мы сравним Пола и Хенли, чтобы определить, что идеально вам подойдет. Но перед тем, как это сделать, вспомним историю. 1926 год, открытый чемпионат США. Рене Лакост выходит на корт и что бросается в глаза? На нем первая теннисная рубашка собственного дизайна. Белого цвета, с короткими рукавами, из хлопка, с мягким воротником, что отличалось от того, что носили остальные парни того времени. А это была классическая рубашка с длинным рукавом, что было очень неудобно. Нужно было что-то менять. После увиденного игрокам в Пола понравился дизайн, и они начали носить эти рубашки, но называли ее тогда теннисная рубашка. Но в 1972 Ральф Лорен также запустил свою линейку Пола, которая была практически копией того, что носили игроки Пола. После чего рубашка Пола приобрела свое имя. Также игроки в гольф начали носить такие же футболки с 60-х и 70-х годов. Такова история Пола. А теперь поговорим об истории Хенли. Вернемся в 1839-й. Город Хенли на Темзе. Там была хенлийская королевская регата, которая носила практически такие же футболки, откуда Хенли и унаследовала свое название. Также у нее большая история в области нательного белья. И Хенли подметил Ральф Лорен. Некоторые покупатели были без ума, другие говорили, это же нательное белье. На что Лорен отвечал. Нет, это новый стиль футболок. Он запустил пошив Хенли с длинным рукавом, с коротким рукавом. И Ральф Лорен сделал их популярными. Они стали популярными потому, что мы видим здесь. Хенли похожа на футболку с длинным или коротким рукавом. За исключением этого выреза с пуговицами. Никакого воротника, ничего лишнего, только пуговицы. Раунд один. Сравним Пола и Хенли. Что более стильное? Что касается рубашек для Пола, для тенниса, для гольфа, ответ очевиден, исходя из сказанного выше. И уже почти сто лет Пола носят лучшие профессионалы в гольфе, теннисе, Пола, которые постоянно на виду. И поэтому Пола имеет огромное преимущество перед всей остальной одеждой. Она постоянно в зоне видимости. Это абсолютно повседневная рубашка. Весь ее цвет, материал, короткий рукав. Это атрибуты повседневной одежды. Но также и присутствует воротник. В чем и отличие от обычной футболки. Именно поэтому я с уверенностью говорю, что Пола очень, очень стильная. Теперь поговорим о Хенли и стиле. Если вы в хорошей форме, если у вас хорошо накачана грудь, если у вас развита мускулатура, Хенли поможет показать ваши преимущества. Или можно надеть вместе с другими вещами. Вы можете как надеть Хенли под что-то, так и комбинировать с аксессуарами. Часами, браслетами, бусами, которые вы хотите показать. Хенли не концентрирует внимание на себе. Но единственная область, где Хенли привлекает немного внимания, это верхняя часть груди с разрезом и пуговицами. Но в этом ничего плохого. У некоторых моделей на разрезе появляется небольшой контраст. Но я бы придерживался простоты. Ведь сила в простоте. Раунд один – победитель Пола. Раунд два – сравнивая Пола и Хенли. Поговорим о возможных вариантах, тканях, рисунках и размере. Если мы рассмотрим по отдельности три вида Пола, о которых я говорил выше, рассмотрим Пола для тенниса. Мы не увидим большого разнообразия в рисунках и цветах. Мы увидим стопроцентный хлопок. Производство этих рубашек почти не изменилось за сотню лет. Обратим внимание на две или три пуговицы здесь. Почему это важно? Если мы посмотрим на рубашку для гольфа, то зачастую обнаружим три, четыре или больше пуговиц. Другая интересная деталь у этой Пола. Часто имеется кармашек для ручки и листка для учета баллов. Также она посвободнее и немного длиннее, чтобы можно было ее заправить. Рубашки для тенниса и Пола не заправляются. Но одна интересная деталь рубашки для тенниса – задняя часть рубашки, известная как теннисный хвостик. Задняя часть рубашки немного длиннее. Теннисная рубашка, как правило, приталенная. А взглянув на рубашки для Пола, мы встретим большое количество диких цветов и интересных рисунков. Так как существует большое количество команд со своей формой и эмблемами. Что и сделало Пола такими популярными. Теперь поговорим о Хенли и разнообразии тканях, рисунках и различных стилях. И самый распространенный вариант, который вы можете встретить – Хенли с длинным рукавом. Я считаю, что выглядит отлично, но опять же, прекрасно подходит, чтобы носить еще с чем-то. Обычно можно увидеть хлопок и различные его вариации, зачастую с миксованными материалами, потому что Хенли прилегает к телу и ткань должна тянуться. Поэтому используются материалы, как спандекс и подобные. Опять же, для того, чтобы ткань тянулась и хорошо ложилась на ваше тело. Что касается рисунка, тут относительно все ровно и просто. Что касается общей формы, иногда вы увидите рукава реглан. Рукава реглан идут прямо до шеи, что более комфортно. Победитель второго раунда – объявляю ничью. Раунд три – сравнивая Пола и Хенли, обсудим универсальность. Мое мнение – Пола – одна из самых универсальных вещей в мужском гардеробе. Вы можете одеться нарядно или повседневно. Вы можете сочетать Пола с множеством вещей из вашего гардероба. В моем случае я надел ее со спортивным пиджаком, но также я могу надеть блейзер, кэжуал костюм или же с джинсами, шортами. Пола сочетается с множеством вещей. Универсальная рубашка. Что касается универсальности у Хенли – не такой большой диапазон. Я думаю, вы можете надеть темную Хенли из ткани плотного плетения со спортивным пиджаком, но все же это не лучший вариант. Ведь без воротника Хенли будет смотреться как футболка с пиджаком. Но если вы все-таки решились, флаг вам в руки. В большинстве случаев родное место для Хенли – это стиль кэжуал. Вы можете носить Хенли с джинсами и шортами. Я бы не советовал носить ее с брюками. Вы можете надеть с чиносами, но все же лучше придерживаться повседневного стиля. И победитель третьего раунда и сегодняшнего поединка, господа – Пола. Мне нравится Хенли, и я не буду от него отказываться. Но если выбирать что-то одно, то это Пола. Я считаю, что Пола более универсальная, с множеством вариантов и более стильная рубашка. На первом месте для меня Пола. Но я также считаю, что Хенли – прекрасный предмет гардероба. Согласны или нет? Напишите мне об этом в комментариях.